Сегодня глава республики утвердил план обеспечения стабильности социально-экономического развития региона. Об этом Михаил Игнатьев сообщил на утреннем совещании в Доме правительства. Какие задачи прописаны в документе, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. В подписанном документе множество направлений. Одно из основных – обеспечение устойчивого развития малого и среднего бизнеса. Необходимо, отметил Михаил Игнатьев, создавать высокотехнологичные рабочие места. Перспективным проектам власти республики готовы оказать поддержку. Мы с государственной корпорацией работаем. Еще раз хочу подчеркнуть, кредитование малого бизнеса по тем проектам, по перспективным проектам, которые есть, для малого бизнеса, для заемщика, для предпринимателя это 11%. Для среднего бизнеса – 10%. 7 проектов они отобрали, дальше будут работать. Принято решение и государственной корпорацией, и нами совместно. Мы можем залогообеспечить перспективным проектам до 75%. Чтобы нарастить объемы производства, многие предприятия республики делают ставку на модернизацию и осваивают выпуск импортозамещающих продуктов. Мы второй месяц подряд демонстрируем положительные итоги развития промышленности. Если мы в январе завершили с значением 7,5%, рост процентов за январь и февраль 106,3%. Аналогичные – это по выпуску продуктов промышленного производства. В рублях мы тоже выросли порядка за два месяца на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Уверенно на рынке себя чувствуют предприятия электротехнического кластера, наращивают объемы завода, пищевой и перерабатывающей промышленности. Вместе с тем в этом же виде деятельности имеются и предприятия, которые еще пока не достигли уровня 2015 года, то есть ниже пока 100% сработали. Это электроавтомат, рецепрессор. Здесь связано с поздней контрактацией и с отложенными платежами за поставленную уже продукцию. Сложная ситуация на концерне тракторной заводы находится на контроле у председателя правительства России Дмитрия Медведева. Во время его визита в Чувашию Михаил Игнатьев обратился с просьбой оказать предприятию поддержку. Если проблема не разрешится, то без работы могут остаться более 9 тысяч человек. Этот вопрос глава республики неоднократно обсуждал с представителями федеральных ведомств и полномочным представителем президента страны в ПФО. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Однако со стороны руководителей концерна активных действий по оздоровлению ситуации пока не наблюдается. В свою очередь глава Чувашии обратился к премьер-министру с конкретными предложениями о выходе предприятия из кризиса. Дмитрий Медведев поручил заинтересованным сторонам проработать все проблемные вопросы. И все те, кто получил это поручение, должны подготовить конкретные предложения. Мы здесь четко указали свои конкретные предложения. Письма, кто не успел получить, вы сейчас получите. Буквально мы его получили пятницу. А поручение вот такое. Проработайте обращение региона в контексте ранее данных поручений. Предприятие нуждается в системной поддержке. В приоритете также государственная поддержка сельского хозяйства. В ближайшее время между Чувашскими аграриями распределят первый транш из федерального бюджета. Недавно в республику поступило 80 миллионов рублей на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники. А по году, я говорю, прогнозом, где-то 3 миллиарда рублей на сельское хозяйство будет с его средств выделено. Из федеральной казны республика получит деньги на строительство школы и улучшение жилищных условий ветеранов войны. Дополнительная сумма из бюджета в этом году поступит на реконструкцию Московского моста в Чебоксарах и развязки по улице Фучика. На ремонт дворов и районных трасс направят по плану более 500 миллионов рублей из Дорожного фонда республики. Дмитрий Ковалев, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов. Республика.